КОСМИЧЕСКУЮ ОДИССЕЮ КОСМИЧЕСКУЮ ОДИССЕЮ КОСМИЧЕСКУЮ ОДИССЕЮ Вертова и прочих Мне тогда было 7 лет Когда я учился в 11 классе, документальное кино просто ненавидел Но судьба, видимо, так выворачивает, что без него неинтересно Одним из важнейших для себя фильмов Твердовский называет обводный канал Алексея Учителя После просмотра которого он и решил поступать во ВГИК в мастерскую этого самого Алексея Учителя Там он начал складывать свой стиль и делать свои первые работы Это были документальные фильмы, но с игровыми элементами В самой студии Алексей Учитель всех своих учеников настраивал на то, что Игровое и документальное кино раздельно не существуют Это одна профессия и одно ремесло Эти принципы Твердовский активно использовал И после 8 студенческих документалок принялся за свой первый полнометражный фильм Класс коррекции Фильм 2014 года Он снят по книге Екатерины Мурашовой Но сама книжка была фантастическая С кучей фантастических элементов И планировался скорее не фильм, а что-то типа киносказки Однако Твердовский решил оставить от оригинала Только историю о самих детях из класса коррекции Он планировал создать нечто пограничное между документалистикой и социальной драмой Актеры Гогольцентра Мария Поезжаева, Филипп Авдеев и Никита Кукушкин Сыграли главные роли сложных подростков А одна из второстепенных ролей досталась Наталье Павленковой Которая стала постоянной актрисой в фильмах режиссера Команда актеров-театралов создала очень непростую, гнетущую И, честно говоря, охуительную атмосферу жизни сложных подростков Знаете, вот то, что называют химией между актерами Здесь создано просто как по учебнику Вероятно, этому также поспособствовал принцип Твердовского Не прописывать диалоги в сценарии То есть в голом сценарии, который читает только сам режиссер И узкая группа людей, конечно, диалоги есть Но к актерам попадает только вариант, где прописана не реплика А ремарка в духе «Лена сказала, что хочет уйти» И, соответственно, фразу придумывает сам человек «А кто может знать, как говорят подростки, лучше, чем сами подростки» И вот то, к чему вы привыкли в западных фильмах Что люди звучат как люди Дети как дети, а старики как старики Здесь тоже реализованы Не только Тарантино может писать пиздатые диалоги Ванька Твердовский И из-за такого подхода Каждый новый дубль получается Как авторский перформанс То есть он неповторимый И таким образом он снимается на несколько камер Одна из которых живая И после этого на монтаже Из лучших фрагментов собирается сам фильм Твердовский из-за этого называет свою камеру в фильмах служебной Ведь если актеры каждую сцену Каждый раз отыгрывают по-разному То снять ее с кучи камер по периметру просто невозможно Но если это необходимая жертва Которую нужно принести, чтобы получить актерскую работу Как в классе коррекции То знаете, оно того стоит Подобный подход не дал получившемуся фильму Стать очередной социальной драмой Про ограниченных в чем-то людей Класс коррекции это живая Настоящая Режущая по-живому Экранизация современной действительности в российских школах Это по достоинству оценили на пяти разных фестивалях Отдав фильму 11 побед В 14 номинациях В том числе за лучший дебют на Кинотавре Специальное упоминание европейских кинокритиков На международном фестивале в Карловах Варах И так далее Успех класса коррекции Позволил молодому режиссеру взяться за новую И очень неоднозначную работу Именно здесь мы перестанем бояться Смотри, калькулятор, бери, бери, бери Фильм «Зоология» 2016 года Это драма с элементами фантастики Точнее, элементом Сюжет завязывается вокруг того, что у героини Натальи Павленковой Забитой, одинокой женщины С пустой жизнью появляется хвост Типа настоящий Вокруг этого хвоста разворачивается история И закручивается сюжет Меняется героиня, ее жизнь Изменения происходят повсюду Сценарий писался специально под Павленкову Как говорил сам Твердовский Мне очень нравится с ней работать И мне захотелось поставить на Натальи Что-то большее и индивидуальное Этот фильм и родился из сочетания сюжета И точного понимания образа того Кто будет играть его Обычно я так не делаю и не собираюсь в будущем Актер должен все-таки влезать в ту драматургию Которая написана автором, а не наоборот Фильм был неоднозначно принят зрителями Но зато поразил кинокритиков Кахап Киноград со своего дебюта Твердовский добавил не меньшую С премьеры зоологии Вообще, когда я в какой-то момент решил прошариться По молодым российским режиссерам И посмотреть, что они делают Я не ожидал, что они делают так круто Фильмы Твердовского Я не просто вам о них рассказываю Типа они есть Они реально охуенные Возьмите и посмотрите То самое ощущение кинематографа Когда это сделано профессионально И ты ощущаешь это как отражение жизни Мы привыкли видеть вот это чувство Только на каких-то улицах Нью-Йорка И прочих местах Создается ощущение, что на российских улицах Такое кино и не может существовать Так вот, может Смотрите Твердовского и ждите следующий ролик Ты знаешь, где кнопка подписки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому